но и удивительно что в 93 году реакция на ваш прорыв была такой же как сейчас у богемы истеблишмента америке тебя россии ты сошла с ума говорили когда лагеря зал 30 лет точно сейчас пишет америка ты сошла с ума про просто слова слова да значит там ты не ожидали люди не ожидали опять ли ты те кто связан с верхами почему ну потому что они плохо знают о чем думает наружу чем жириновский получается что они знают они надо выбрать кто власти они надеюсь что это будет вечно мы все мы решаем тут мы все договоримся как это какой там трамп кому нужен какой-то миллиардер конечно тут же тем более руководство его партии против него пошло сенаторы некоторые бывший президент от от этой партии ну конечно обеспечена победа и реально она же обошла его на 100 тысяч голосов на система выборов было вырвана такая чтобы пускай второй этап выборов решают выборщиков а у кого больше за того они проголосуют 19 декабря а то есть они почти выигрывали все шло говорится вот как у меня с коммунистами на выборах 18 сентября эти возвращаясь к трампу и к америке вам как к отцу американской дочери наверное в общем следите за за тем что происходит за океаном вы считаете что то что вот эта движуха с делом вайнштейна сексуальным харассментом это заговор как вы считаете или это я думаю как как я уже говорил заговор но не удавшийся вылившийся в нечто другое хорошо а то что черной жизни имеет значение это стихийная вещь или это тоже я думаю я думаю в целом это стихийная вещь но которые начинают пользоваться это не организованные вы считаете мне кажется нет это не организовая я думаю что я об этом много раз говорил что соединенные штаты переживают примерно тот же процесс который был в ссср какой период и стройки это перестройка из транса горбачев а трамп это горбачев трамп это вообще по характеру он похож больше на ельцин но в данной ситуации он роль горбачева выполняет то есть то есть в принципе он 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 как бы вот то есть вы допускаете коллапс империи я допускаю что это возможно я допускаю я не знаю каким образом во первых не бывает конечно когда я говорю аналог перестройки ссср вообще никакой исторической событий буквально не повторяется но все-таки есть определенная закономерность на мой взгляд я честно говоря в девяносто первом году когда советский флаг опустился я подумал о том но настанет время когда американские пусть ну так 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 бывает америка осталась одна как гигантский лидер она не менялась все 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 это махина функционировала на протяжении 30 лет ну если говорить по простому они надорвались и мне кажется они нуждаются они нуждаются в каком-то вдов перри но как мне кажется мире бери зерема меня делование всей своей системы политических мне кажется эти вот ну 30 лет которые прошли с момента развала сэр мне кажется америка поменялась очень сильное в отношении к ну там к сексуальным меньшинством то есть я еще помню времена когда нельзя было гей тематику упоминать сейчас если нет гей в фильме он не получил ранее условно в том что те события как мне кажется который в соединенных штатах происходит они в принципе близки потому что перестройка тоже в определенной степени революции на самом деле у нас произошла революции у нас стать собственность поменялась то есть ее можно считать как контрреволюции по отношению к семнадцатому году у нас поменялась собственность отношение к собственности но вы когда произнесли фамилию трамп я подумал так команда будучи американской гражданкой если бы вы были американской гражданкой и участвовали в последних выборах вот если никто не запомнит а если тот кто сейчас смотрит никто не запомнит скажите громче и четко вы вот это артикулировали достаточно четко не повторить хорошо за кого бы голосовала хакомада во время последней гонки американской за трампа или за клинтон за трампа за трампа на ваши все за клинтон по моему у меня нет ваших я сама по себе всегда то что он у него репутация не только буквально чуть не вырвался сказал бы что он сексист у него репутация сексиста вас это не смущает мне не интересует когда избирается президент и все разговоры вокруг его высказывание не люблю выхватывание цитат мне интересен когда интересного ситуация когда такую америку да может что-то потрясти и вдруг что-то произойти неожиданной и вдруг в этот establishment вырывается человек который вообще к нему не имел отношения там в отличие от россии политический класс и класс бизнесменов существует отдельно это у нас все вместе замешалось так что мы распутать не мы поэтому это я понимал amfantari были для политического истеблишмента и я стала интересным я себя жила внутри страны я бы тоже попробовала да потому что разил америка тоже встала в какой-то застой бесконечно и при трампе их трясет но это интересный эксперимент оттам страна готов я вам сказал честно для россии тоже пара чё-то как-то пара что ну как-то встрястись вообще наверху там совсем уже заснули все но их путин иногда потряхивает на это уже как шум все привыкли но при этом мы бы сами понимаем что нынешняя власть это власть ну либералов что путин либеральный президент но мне вам скажу вы опять начинаете рынок либерализм путин теперь здесь вы рынок это одна история он может быть на принципах либеральных может быть на принципах монолы нелиберальных как в латинской америки или в сингапуре да то есть это все разные понятия указу понятия и свои столь ну то есть вам понимаешь что вы журналисты поэтому ничего не знаете вы кидаете наверхам конечно это но тогда давайте мастер-классе будем лекцию на полтора часа читать про мастер-классе вашему обязательно поговорим во второй части буквально уже сегодняшняя власть нелиберально потому что либерализм отличается от нелиберальной модели в области строительства государства тем что государство полностью зависит от других независимых институт то не суды независимые могут снести кого угодно под суд отдать кого угодно и слушание устроить вплоть до президента то есть если президент переходит улицу на красный свет или не платит налогу в либеральном государстве высажает также как и других городов сми независимые их много они конкурируют они могут быть предвзятыми но они настолько все разные и дух с другом бьется что в результате появляется какая-то объективная информация все ветви власти абсолютно независимы есть это парламентская либеральная модель тогда то партия которая победила она и и ставится пример министра если это президентская страна тогда партия победила да а президент избирается параллельно и у них могут быть противоречий как сегодня у трампа много этих разновидностей все придумали свое время греки быть может делать так называемым человеческом материале существует такой тезис что носители русскоязычного менталитета просто не готовы к описанным вами моделями что на нам обязательно нужен ну отец в одном американском фильме была одна фраза гениальна разведчик цру уговаривает свою бывшую возлюбленную уже взрослую они взрослые ну зачем ты участвовать в политике да мы хотим помирить всех в израиле на сумму как-то не из палестины жили мирно не убивали друг друга и так далее и она отвечает тысячи веков назад еврейский народ договорился с богом что все святые святыни будут храниться в иерусалиме это нас мы с богом договорились мы их и поэтому мы не имеем права не идти по этому пути ведь как много чего звучит в истории которая потом работает тысячами лет и люди убивают есть такая идея на самом деле любой еврей вам это расскажет это нормально мне даже нравится эта штука потому что такой выход интеллектуальный интересный вот все остальные должны просто молиться богу а мы единственный народ который можем с ним разгоманиваем и находить общие точки зрения мы первую часть закончим и вторую про политику уже я постараюсь о самом случае не говорить если вдруг случайно на эту тему вырули то это будет обоюдная окей первый раунд закончился какой же я поняла